Я хотел бы, чтобы суд проходил в открытом процессе, чтобы сейчас пресса и материалы транслировались. Это мое ходатайство в отношении. Именно так начался суд по самому громкому делу 2024 года, за ходом которого следили миллионы людей по всему миру. Для Казахстана это также был первый судебный процесс, который от и до транслировался в режиме онлайн. Если вы по каким-то причинам пропустили трансляции, мы собрали для вас самые важные моменты по суду над Бешимбаевым. Открывается судебное заседание. В открытом судебном заседании рассматривается уголовное дело по обвинению Бешимбаева и Байжанова. Судебные приставы, которые находятся в зале, пожалуйста, наблюдайте за средствами массовой информации и примите все меры, чтобы изображение присяжных заседателей не попало в социальные сети либо в другое средство массовой информации. На первом заседании прокурор зачитал обвинения и рассказал, как предположительно разворачивались события в ночь с 8 на 9 ноября. По его словам, ссора между Бешимбаевым и Нукеновой началась вечером 8 ноября на концерте российского певца Димы Билана. Не досмотрев концерт, они пешком ушли в ресторан «Бау», где Салтанат заявила Бешимбаеву, что уходит от него. После этого уехать из ресторана она уже не смогла. В процессе нанесения ударов по голове и телу Нукеновой Бешимбаев, причиняя особые мучения с целью доведения своего преступного мысла до конца, охватив за горло, стал совершать ее удушение, а именно органов шеи, пальцами рук, отчего последняя потеряла сознание. Однако через некоторое время, неустановлено в ходе следствия, Нукенова пришла в себя. И увидев это, Бешимбаев вновь стал наносить серию сокрушительных ударов по голове последней. И остановился, когда убедился, что Нукенова находится без сознания и не подает признаков жизни. Тем самым довел свои преступные действия до конца, а именно причинил смерть Нукеновой. Я не признаю себя виновным в умышленном, осознанном, задуманном убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтана. Все мои показания... Подойди, как с особой жестокостью? Я свою дочь не видела, не похоронила, мне лицо ее не видела. Только без особой жестокости ты ее убил. Как ты можешь такое говорить? Я не видела, мне не показали, мне не показали, потому что мне с этим жить только ради этого ребенка. Ты убивал ее несколько часов. Ты хочешь сказать, я про твое прошлое больше расскажу? Как ты убил ребенка? Как ты убил ребенка? Как ты задавил и тебя вызвали? Охраняйте порядок в зале суда. Это все-таки судебный процесс. Так, пожалуйста, пройдите в другое помещение, прошу вас. Или сохраняйте спокойствие в зале судебного заседания. Все-таки идет судебный процесс. Присутствуют присяжные заседатели, пожалуйста. Я еще раз говорю, я понимаю все эти чувства. Вы можете меня ненавидеть, можете меня проклинать, но я еще раз говорю, что перед Всевышним я готов ответить и перед вами, и перед всеми. Я умышлен на убийство, вот в этом я не признаюсь. Бешимбаев рассказал свою версию и в целом дал показания в суде одним из первых. Спокойным голосом он вспоминал историю знакомства с Салтанат и то, что происходило в их семейной жизни после свадьбы. Стало ясно. Линию защиты он решил выстроить так, что случившимся жертва не она, а он. Якобы именно Салтанат на протяжении длительного времени, нередко устраивая сцены ревности, довела его до срыва. Я заказываю ей билет, она заходит в комнату и говорит, с кем ты разговариваешь? Покажи мне. Ну там женский голос. Я говорю, я заказываю билет ранее, это тревел-агент, я не могу его по Каспе купить, потому что она сама будет лететь. Ну все, это вот что-то превратилось. Нет, я не верю, дай мне поговорить. Но это было, я же говорю, это вот какое-то такое просто нестабильное состояние. И все, с того самого дня, каждый день она мне что-то проходит. Я ей говорю, Салтан, что бы не так, тебе не нравятся мои родители? Я говорю, давай уедем. Вот только в отпуск мы уезжаем, если вот мы остаемся один на один, и нету, я не хожу на работу, я никуда не ухожу, вот я не ухожу из поля ее видимости, вот тогда мы можем спокойно жить. Тогда она спокойна. Стоит мне начать уходить куда-то, где-то задерживаться, иногда не брать телефон, но в силу разных обстоятельств так бывает. Все, да, это приводило к таким вещам. Теперь в июне, вот мы приезжаем в Алмату, первый наш день приезда, это опять сцена ревности. Я приезжаю туда, у нас перед зеркалом дома лежит заколка, она начинает, у нас начинается скандал, она начинает выяснять, чья это заколка. Хорошо прибегает там женщина, домработница, она говорит, это Альмира Балтабаевна, заколка, она в прошлый раз приехала, приезжала, оставила. Я почему говорю, вот, ее брат говорит, восемь раз уходил, я говорю, двенадцать раз уходил, за одну неделю нахождение в Алмате в июне она три раза ушла в гостиницу. Три раза, да, вот, просто я даже не могу это объяснить, да, ее начинает трясти, я возвращаюсь домой, дом открыт, ее нет, я уже даже не ищу ее, да, я знаю, что завтра утром, телефон выйдет, что завтра утром в обед я ее наберу, она скажет, я в такой-то гостинице. Вот в таком она каком-то состоянии из Чемкента и в Алмате было три раза ушло, я уже, вот, просто про материальное обеспечение, да, я просто сказал, Салта, вот тебе деньги, иди, пожалуйста, купи себе все, что хочешь, пройдись по магазинам, иди, пойди в этот салон, я не знаю, сделай, что хочешь, сходи к своим подружкам, да, просто, пожалуйста, расслабься, я тебя прошу, да. О событиях рокового вечера Бешимбаев рассказал судей в мельчайших подробностях, по его словам, весь вечер они салтанат то и дело выясняли отношения, ругались и спорили, и исходя из его рассказа, множество повреждений салтанат нанесла себе сама, неосторожно ударившись то о пол, то об унитаз, от услышанного брата и мама салтанат едва сдерживали слезы. И она накинулась на меня матами, вот ты такой-такой, из-за тебя я все выкинул и так далее, и так далее, я тоже начал на нее кричать матом, ах ты такая сякая, ты че, и вот что между нами происходит, в общем, у нас началась такая серьезная словесная перепалка, а потом в какой-то момент она кинулась с кулаками, порвала мне рубашку, я ее схватил за плечи, начал трясти, толкнул ее, она ударилась об стенку, я говорю, успокойся, вот у нас такое там, я говорю, успокойся, что ты творишь, она такая в мыле, рубашка порвалась у меня, когда она меня в очередной разкинулась, я тоже порвал ей рубашку, она разозлилась из-за того, что рубашка порвалась, отошла в сторону, начала эту рубашку снимать с себя, ах ты такой, эта рубашка, вот вся одежда, которая на ней была, она была куплена вот как раз утром 8-го числа, перед концертом, ну то есть вот когда мы в обед или в час дня, ездили в магазин, и она, видимо, как-то желает дальше меня обидеть, да она, вот я и начал ее сорвать с себя, бросила в меня ее, я здесь не сдержался, честно говоря, я дал ей пощечину, пару пощечин, она отступила, и вот пытаясь дальше как-то, ну то есть это вот очень быстро все происходило, в какой-то момент она говорит, я сейчас ей штаны сниму, и начала вот дергать свои штаны, я ее вот схватил сзади, потому что я говорю, ты что творишь, ну типа не надо этого делать, а она как-то дергает, я схватил ее за пояс сзади, и получается она лицом была развернута к унитазу, а спиной ко мне, потому что я сзади схватил ее за штаны, она их хотела так дергнуть и вниз спустить, да, то есть, и, видимо, ну как бы идея у нее была словами, она говорила, я тебе, ну сейчас, все в лицо брошу, да, ну это все так, в агрессивной матершинной форме, и когда она вот так дергала вниз штаны, я в какой-то момент разозлился, я говорю, дай, блин, делай, что хочешь, и отпустил их, и получился такой противовес, ну противо, ну как движение, да, она, видимо, думала, что я буду держать, и дернула резко, а я в этот момент отпустил пояс, и как-то она так, раз, штаны у нее слетели вниз, она потеряла равновесие и начала заваливаться в сторону унитаза, вот она ударилась об стенку, ну то есть она как-то полетела, стена от нее была справа, она начала заваливаться, и полетела сначала об стену, от нее как-то оттолкнулась рукой, и лицом упала на унитаз, просто очень сильный был удар, бах, грохнулась, и от унитаза у нее лицо отскочило, она еще упала на пол, это вот два удара, я, ну я так немножко опешил, я вот просто наблюдал за тем, что происходит, она, наверное, секунд 10-15 вот в этом состоянии, рядом с унитазом она лежала, штаны у нее уже болтались, вот где-то ниже колен, я, ну вот это все так происходило, так как-то вот натыком, я не могу точно по времени ориентироваться, сколько это занимало. Я наблюдал, стоял, смотрел, я опешенный смотрел, она, наверное, секунд 10-15 лежала, но глаза у нее были открыты. Потом она медленно начала подниматься, начала вставать, я не помогал. Когда она вот так вставала, я увидел, что это, там часы, вот она, когда, кстати, она бросила в унитаз, часы смыла, я заглянул туда, это я возвращаюсь, я забыл эту деталь, я заглянул в унитаз и увидел, что часы не смылись, и обручальное кольцо, вот тоже, видимо, браслет часов, часы тяжелые, они не смылись, и браслет часов в унитазе задержал обручальное кольцо. Я тогда еще сказал ей, говорю, достань там то, что осталось. Она так заглянула вот тогда, достала эти, увидела, что обручальное кольцо и часы не смылись. Она вот так вытащила их и, ну вот на меня посмотрела и бросила их на ночь. И когда она вставала, я увидел, что часы, вот вы из-под нее вылезли. Она, приподнимаясь, была в таком каком-то как-то нокдауне, она плохо контролировала свое тело и, поднимаясь, она еще раз упала. И вот, по сути, вот так она поднималась, поднималась, в какой-то момент, по-моему, мышцы корпуса у нее не сдержались, и она вот опять равновесие потеряла и опять ударилась об кафельный пол лицом. И какое-то время опять лежала. Я стоял у входа в туалет и наблюдал за этим. Но второй раз, когда она уже начала подниматься, после вот этих двух падений, я уже помог ей, подошел, поднял и, прислонившись к стенке, она села. Вот в таком положении она сидела. Здесь у нее какой-то порез образовался снизу. Я видел, что кровь начала бежать. Я посмотрел, ну там какой-то такой порезик появился после, я не знаю, какого из этих падений. Я спросил у нее, ты в порядке? Она молчала, просто молча на меня смотрела. Не ответила ни да, ни нет. На лице у нее каких-то видимых последствий вот этих падений в тот момент не было. Только вот этот порез я заметил. На мой ответ она не ответила. Я так на нее посмотрел. Пошел, принес салфетку и вытер ей кровь здесь, которая начала здесь течь у нее из-под подбородка. Я был, ну честно говоря, зол, что вот все вот так происходит опять у нас. Я ее в таком положении и оставил. Она сидела, ну практически уже голая, только штаны у нее болтались, вместе с нижним бельем внизу, ниже колен. И она, прислонившись к стене, вот смотрела на меня, я на нее и я вышел. Я ее оставил в таком положении. Я вышел, на мне была рубашка, но она тоже была порвана. Я ее снял, одел пиджак и вышел. Я так хотел покурить малярам, хотел спросить у них опять зажигалку. Я вышел, спросил у них, есть ли у них зажигалка. Как-то это все вот так происходило. Когда я возвращался, они сказали, что нет. Я вернулся и прошел мимо туалета, заглянул туда. Она все так же, в том же положении находилась, сидела, прислонившись к стене. Я сам был зол, что у нас вот это все опять так вышло. Прошел вип-зал номер один, дальше в зал. Я не стал останавливаться. Я прошел туда, начал искать зажигалку у себя в куртке. Нашел эту зажигалку, закурил сигарету и, честно говоря, мне надо было спустить пар. То, что в вип-зале было, я начал стулья пинать, переворачивать, что-то швырять. Я громко кричал, почему все время так, почему надо все время до такого все довести. Наверное, это минут 5-10. 5, наверное, у меня длилась такая эмоциональная. Она в это время находилась в туалете. Я присел на диван и продолжил курить сам дальше. Наверное, мы где-то вот так полчаса в разных комнатах провели. Потом я успокоился, вернулся обратно в туалет. Она вот так же продолжала сидеть, прислонившись к стене. Голова у нее об стенку подняла и туда потолок смотрел. Я говорю, Салта, давай поднимайся, что-то на холодном. Ну, уже как-то я так остыл, я говорю, что ты на холодном сидишь? Пошли в зал. Я начал ее поднимать, но я не понял, она или сопротивлялась, или что-то. Она как-то не владела своим телом. Она такая была обмякшая, сознание не теряла. Начала ноги собирать, но штаны путались у нее. Я тогда сдернул их. Я сказал, выпрями ноги. Она выпрямила ноги, и я вот так ее через обувь сдернул. Нижнее белье зацепилось, я его просто дернул, порвал ее и бросил там же в туалете. Начал ее поднимать за руки, под мышки пытался поднимать. Я сам уже в тот момент был уставший. То есть это время, наверное, где-то 4 утра, может 4.30. По сути мы с утра, вот прошел весь день, и уже практически сутки 9 начались 4.30 утра. Я начал ее пытаться поднимать под мышки, чтобы она встала на ноги, и мы дошли до дивана в вип-зале. Но она то ли сопротивлялась, то ли что. Но у меня было ощущение, что она сопротивляется, не хочет вставать. При поднятии я ее до конца не мог, как-то у меня не хватало у самого сил. И вот она вставала, падала и, получается, билась коленями о пол, об стену, это все как-то так происходило. В какой-то момент я ее сзади обхватил за живот и приподнял, поставил на ноги. Она стояла, потом прокинул ее руку себе на плечо. И мы потихоньку, я говорю, пошли в сторону, в зал, на диван ляжешь. Мы прошли туда, в ту соседнюю комнату. И где-то она, наверное, на шаге пятом-шестом, так она раз, сама начала идти. Я чувствую, что она наступает и уже как-то держит себя. Я отпустил ее. Она прошла сама, сделала несколько шагов, шага четыре. И опять ее, видимо, повело. Она вот так потеряла координацию и грохнула с лицом вперед. Опять ударилась от пол. Как-то тоже неожиданно для меня это было. Я вот смотрю на нее. И когда она падала, я вот сам могу удивить, она руки вот так не выкидывает вперед. Я не мог для себя понять, она пьяна и поэтому не понимает, или это последствия удара, которые она получила там. То есть у нее это состояние с головой связано или с тем, что она очень сильно выпившая. Я пытаюсь под ней подойти, она начинает потихоньку подниматься. Потерпевший вам плохо? Потерпевший вам плохо? Перерыв нужен? Скажите, пожалуйста, а перерыв нужен вам или нет? Нет, уважаемый, перерыв не нужен. Хорошо. Я хочу просто сказать, на ней не было в этот момент практически одежды. То есть все вот эти царапины, ссадины, это женская кожа. Любой, я ее пытался так поднять, так поднять. Вот она упала, начала подниматься. Я за ней наблюдаю, потому что мне, вроде бы она как будто уверенно шла. Я ее отпустил, она сделала несколько шагов, ее вот так повело и она грохнулась. Я смотрю, она опять вроде в себе, вроде смотрит на меня. Опять поднимается на ноги, встает и вот когда она вставала, еще шаг сделал и опять упал. Тут уже я подбежал, ну, подсел к ней, перевернул ее, опять она лицом ударилась. Я ее положил себе на колено, я говорю, Салта, Салта, ты в порядке? Ну, в смысле, она с открытыми глазами. Ну, а я ожидал, что человек, наверное, будет, когда ему больно или плохо, он говорит, мне больно, мне плохо, вызови скорую, или плачет, или слезы у него текут, или он какие-то звуки издает, говорящие о том, что ему больно. Ну, она молчала, да, вот самое, вот что меня просто, вот, как-то очень удивляло, что она просто смотрела на меня и молчит, ну, ни слова, да, не проронила. Я положил ее себе на коленку, в голову, я говорю, Салта, что с тобой там, что делать, скорую вызвать или что, она на меня просто молча лежит, смотрит. Я вот так, ну, наверное, минуты три-четыре, да, она вот так, на меня вот лежала, у меня на коленке, я сидел на полу, она у меня. А в какой-то момент я вот понимаю, что это, я не могу это объяснить, да, в какой-то момент она раз, у нее как будто, ну, не знаю, что-то произошло, да, она вот так раз ожила, встала сама вот и самостоятельно, так уверенным шагом дошла до дивана, села на диван. Я, честно говоря, вот подумал, что, неужели она меня разыгрывает, да, ну, как она, потому что, ну, разница между тем, какое состояние было вот только что, и, ну, как она вот так резко встала, уверенно так, ну, не резко, но она встала, как уже такой, хорошо владела своим телом. Он так приподнялась, собралась, как будто такая мышечная сила появилась, и уверенно дошла до дивана, села на этот диван. Я опять опешил, я думаю, ну, она играет или придумывает, или что с ней происходит, да, я, ну, не ожидал. Только что она была в другом состоянии. Я подошел, сел на диван, потянул диван. Сзади вот у вас кто, вы снимали присяжных заседателей? Прошу, продолжайте. Я сел рядом, я на нее смотрю, и, честно говоря, я не могу понять, вот, правда, я не мог понять, она специально это только что сделала, то есть она все время хорошо себя чувствовала, и потому что последние ее действия говорили о том, что она, ну, в сознании управляет своим телом. А до этого вот эти два падения, когда она шла, ну, я вот, как-то они у меня не клеились, да. Я говорю, Салта, ты специально делаешь или что, да, ты как-то начал нервничать, если честно. Он закурил сигарету, и она на меня смотрит, и пальцем мне показывает, да, и мне тоже. Я дал ей сигарету, дал ей свою куртку, она накинула свою куртку на меня, на себя, одела ее. И мы вот так сидели и вдвоем курили, молча я на нее смотрел, она на меня. Я пытался угадать ее вообще состояние, да, она трезвая, или она как-то, ну, не знаю, я вот не мог просто, не могу это объяснить. Мы стояли, сидели, курили, потом она в какой-то момент прилегла на диван. Я ее в таком положении оставил, вышел, ну, встал я, вернее, и у меня опять, да, вот такой был какой-то нервный этот срыв, потому что я не мог вложить в своей голове, да, что происходит, да, специально, не специально, плохо и хорошо, да, и вот я запутался, если честно. Я начал опять нервничать, она лежала, я начал в этом зале опять пинать эти стулья, вот, ну, почему, и так далее, и так далее. В какой-то момент я тоже обессилел, это, наверное, где-то в пол шестого, в пять тридцать, я не знаю, где-то так. Она лежала, она за мной наблюдала за всем этим, за всем, что я там бросал, кидал, нервничал, и так далее, и так далее. Вот она посидела минуты две, потом легла, потянула ноги, на меня смотрела-смотрела, глаза закрыла, и вот, ну, наверное, секунд тридцать-сорок, и она захрапела. Я понимаю, что теперь, как начал ее будить, я говорю, Салта, не засыпай, мы сейчас, сейчас такси приедет, поедем домой, Салта, Салта. Она, ну, у нее, так она приходит в себя, ну, как очень сильно пьяный человек, вот, вот, уставший, пьяный человек, да. У нее храп прерывается, она, как бы, м-м-м, начинает что-то мычать. И я понимаю, что, ну, я ее не разбужу, не одену, не смогу не одеть, не разбужу. Ну, если даже разбужу, я ее одеть не смогу. И я думаю, ну, ладно, теперь уже что делать? Ну, пусть тогда, ну, теперь пусть выспится хотя бы часа два, да. Я так думаю, я знал, что персонал приходит в одиннадцать тридцать, время было где-то часов восемь. Я думаю, ну, где-то до десяти у нас время есть, может быть, за два часа она выспится и ей придет в себя. И в тот момент тоже у нее, ну, припухлости на лице были, но вот кроме этого, каких-то явно выраженных синяков или вот травм какой-то, да. Но я видел, что у нее покраснение есть на лице. И вот она лежала, я, честно говоря, этот, она была в куртке, ноги у нее были голые, я снял с себя пиджак, укрыл ей ноги. Ноги были в обуви, но открытые там ниже куртки. Я снял с себя пиджак, укрыл ей ноги и все. И вот я решил, что часа два подожду теперь, пока она этот решил сам. Я тоже очень устал, мы уже прошли сутки, мы сутки не ели. Я не знаю, может быть, она ела, но я не ел сутки, получается, не спал. И вот мы всю ночь вот так на ногах проходили. Я вот помню, когда она легла, я вышел за водой на барную стойку, принес воды, попил воды и рядом лег, подвинул диван, положил подушку и лег рядом. Я не мог уснуть, без пиджака было прохладно, поэтому я так глубоко не засыпал. Где-то часам в десяти вот, я не помню, я в какой-то момент проснулся, в таком полудреме я был. Проснулся, она рядом лежит, я слышу ее храп. В 9.30 я позвонил Бахаджану, я думаю, только, наверное, с ним я смогу. Сейчас уже и такси, и уже невозможно никак. Я позвонил Байжанову, сказал, приезжай и отвези нас домой. Ну, я ему не помню, я ему по телефону объяснил или когда он приехал, объяснил. Я ему сказал, ты приедешь пораньше, я говорю, нас салтанат надо домой отвезти. Он сказал, все хорошо. Пока он приехал, я находился в этом ВИПе один, рядом лежал. Потом он приехал, когда она была раздета, я не знал, как ее одеть или как ее, чтобы Байжанов не видел ее обнаженной. Я ему сказал, принеси плед, два пледа. Он не заходил в ВИП, я его встретил на входе в ВИП один, я его попросил, принеси два пледа. Потому что куртку она-то сняла, я укрыл ее курткой, а заново одеть она в спящем состоянии, я не знал как. Поэтому он принес пледы, я просто обернул ее, приподнял, обернул ее пледом. В этот момент она держала еще шею, она как-то двигала руками. Было ощущение, что она прерывает свой храп, она точно держала шею, двигала руками и управляла своим телом. Когда я ее обернул Байжанову, я пригласил Байжанова, я так накинул ей на плечи снизу, приподнял ее, накинул на плечи и завернул так, чтобы не было видно вокруг нее этот плед. И сверху второй плед получается один со спины, а другой это как сарафан получился, ну, отсюда и отсюда. И руки вытащил, чтобы мы могли ее вот так за руки приподнять. Когда Байжанов зашел, мы ее приподняли справа, слева, за руки, она встала, она двигала руками, да, у нее были рефлексы, она двигалась, и мы ее не волочили, да. Она когда встала, она шею держала, у нее храп пропадал, то есть она переставала храпеть, как будто она просыпается. Мы прошли 5-6 метров по направлению к двери, к ВИПу. В какой-то момент, ну, я думал, сейчас она разойдется, сделает вот эти шаги, она передвигала ноги, сейчас она сделает эти шаги и проснется. Но этого не произошло, да, она вот как-то вот в таком была состоянии, как вот пьяный, уставший, мертвецкий пьяный человек, да, вот такой, как он вот, ну, не может проснуться. Но при этом он не храпит, ничто, он вот просто бормочет, ну, мучает что-то. Я не помню, кто Байжанов или я, наверное, я, я сказал, говорю, слушай, ладно, мы, может быть, сейчас даже дойдем до твоей машины. Я говорю, а как там, там люди уже на улице, да, приедем домой, как там, соседи? Я говорю, ну, как мы в таком виде ее, как я ее наверх подниму? Я говорю, он говорит, может быть, я вас закрою тогда здесь, вы выспитесь? Я говорю, а можешь закрыть нас здесь, чтобы люди не заходили, чтобы мы могли тогда уже отоспаться? Время было где-то 10, 30, 11 часов, буквально там через полчаса должен был уже персонал, наверное, приходить. Он говорит, да, я смогу. Я тогда положил Салтаната обратно на место, Байжанов ушел, я говорю, тогда закрой нас, так, чтобы никто не заходил, мы теперь выспимся здесь. Положил Салтанат, укрыл ее одним из пледов, вторым пледом я укрылся рядом, лег. И мы вот так уснули, я проснулся где-то в час тридцать. Я проснулся в час тридцать, начал ее будить, она вот так рядом лежала, храпела, я ее попытался разбудить, но она не просыпалась. Я тогда, ну, вот здесь уже было видно, что у нее левая сторона, ну, прям такой уже был большой синяк на всю левую сторону лица и вспухший нос. Я вот здесь сильно замолновался. Скорую Бешимбаев звонить не стал. Вместо этого он обратился к ясновидящей, которая успокоила его, сообщив, что Салтанат все хорошо и ей нужно просто поспать. Эти слова, мягко говоря, удивили не только присутствующих в зале суда, но и всех тех, кто следил за трансляцией. Когда у нее я увидел вот этот синяк в десяти-тридцати, когда он уже так начал таким большим становиться, я забеспокоился, честно говоря. Я позвонил, вот у меня была знакомая, ясновидящая, я ей позвонил. Я спросил, вот она, говорю, мы ее пытались разбудить, чтобы она шагами прошла, она не проснулась. Я говорю, с ней все в порядке, я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю, откуда он был. Вы можете посмотреть? Она говорит, перезвони мне через десять минут или через какое-то дно. Я говорю, хорошо, я перезвонил. Она говорит, да, не, она просто устала, она устала и сильно пьяная, до вечера поспит, вечером нормально, придет в себя, пойдете домой. И как-то у меня это отлегло от сердца, и положил трубку, все. Потом я, правда, ей написал еще, вы можете там ее, почитайте, пожалуйста, чтобы она быстрее восстановилась и так далее. Она мне ответила, там, вот. Час тридцать, когда я проснулся, я вот этот синяк стал еще больше, на левой стороне. Я, честно говоря, расстроился, понимал, что, ну, не знаю как, придется как-то потом салтой объясняться, я сам не мог понять, откуда он взялся. Потому что я не наносил ей ударов ни кулаками, ни ногами, по голове или по каким-то вот такими, да, по каким-то таким частям тела. Эти слова были опровергнуты на том же судебном заседании, когда были показаны записи с камер видеонаблюдения. К слову, эти записи после случившегося были удалены. Однако в ходе следствия их удалось восстановить. Прошу обратить внимание присяжных. Бишимбаев выходит с лифта и берет за волосы Нокенову. Пинает ногами. Нокенова в этот момент лежит на полу. Затем поднимает ее за волосы и наносит также удары по лицу. Снова бьет, отходит от нее, обратно возвращается. Дергая за волосы, тащит ее. За волосы пытается бип-кабинку ее завести. Далее он заводит ее в уборную, как я понял. Далее он выводит ее, держа за волосы из уборной и тащит в сторону вип-кабинки, держа за волосы. Что касается и сновидящей, которой звонил Бишимбаев, она также была допрошена в суде. И ее показания разнились тем, что он рассказывал ранее. Вот по событиям 9 ноября, расскажите нам. Он позвонил, вот я время не помню какое было точно. Я была занята, но я взяла трубку и он позвонил и сказал, мы с шалтанкой сильно напились и потрались сильно. Это было днем, вечером, утром? У него был. Это было после обеда, наверное. Ну, 3, может быть. Вот так. Может 4. И я поняла, что он был по разговору выпивший. Я это всерьез не восприняла. И он говорит, ему сильно подрались. Я говорю, и что теперь? О чем мне звонишь? А он говорит, посмотрите, посмотрите. Я серьезно поняла, что он пьяный выпивший. И сказала, врачу позвоните, скорую вызови, покажи ее. Он говорит, нет, нет, вы посмотрите, посмотрите. Не такой короткий разговор был. Минут 30 секунд, можешь вот так, и все. То есть это вы ему о том, что необходимо вызвать скорую, сказали уже примерно в 3 часа дня, да? Ну, где-то ближе к 4, наверное. Сразу же я сказала, что я могу. Раз он говорит, что мы подрались сильно. Мы перебили, он сказал, и подрались. Вот смотрите, вы с ним созванивались несколько раз в этот день. Около 8 раз. Вот, то есть вы хотите сказать, что вы в первые из этих звонков уже сказали вызвать скорую? Да, да, да. И он звонил, я не брала трубку. Я думала, что он пьяный, и я вообще не брала трубку. Я даже серьезно, ну как, не восприняла этот звонок. А что конкретно он вам говорил, вот? Почему вы сказали вызвать скорую? То есть что он конкретно вам сказал? Он сказал, здравствуйте, вот у нас здесь вчера, говорит, мы сильно выпили и подрались сильно вместе. Вот так, я говорю, а я что сделаю? А он говорит, пожалуйста, посмотрите. И у него голос был какой-то, вот заговаривает, тщательно подбирал слова. Не такой, как обычно. И я сказала, вызовите скорую, сходите к врачу. Много же частных врачей. Ну вот, куда? Нет, ну а скорую кому? Скорую ему? Скоро ему нужна была? Или как вот это? Поточнее скажите. Нет, он сказал, мы вместе подрались. Салтан мне нужна, он сказал. Что салтанат нужна? Да, да, он сказал, она спит сейчас, отдыхает, плохо ей. И это, посмотрите, посмотрите, вот так, какой-то, вот такой вот, нанесу мзурный это, речь была у него. А вот вы говорите, что вы созванивались три часа. Мы исследовали сообщение между вами и Бешимбаевым. Там также было вот в 15.01, он у вас спрашивает, с ней все окей? Вы отвечаете, что она спит. Вот. Да, да. Она будет спать до утра, вы говорите. А? Вот вы говорите ему, она будет спать до утра. Это, получается, после звонка было или до звонка? Вот эти моменты тоже. Объясните нам. Это после звонка? Это он просто писал по WhatsApp. Я думала, он пьяный. И даже я серьезно не воспринимала, что он там пишет. Скажите, что говорит, с ней все хорошо. Напишите, что ей хорошо. Он прям вот. Он же вот такой. Невыносимый. То есть, как понять невыносимый? То есть, он надоедал вам, получается? Или как? Вот немножко раскройте вот этот момент. Да, вот он позвонил, я ему сказала, ну что я сделаю? Идите в скорую, вызывайте врача, покажи. Пусть я сделаю капельницу, чтобы она пришла в себя и так далее. Он все время звонит. Я на телефон не стала вообще брать, телефон. Ну, совсем не стала брать. Он стал писать, писать. Напишите мне, говорит, что у него все хорошо. Мне будет спокойнее. Напишите. И вот это я имею в виду, невыносимый показатель. И обязательно мы с ним. Ага, понятно. А вот вы сказали, вызовите скорую, то все. А он что на это отвечал? Что он говорил? Нет, она придет в себя. Какая скорая он мне был один раз? Он говорит, какая скорая она придет в себя, да? Да, он же пьяный, он входит в такое состояние. Я подумала, что он вообще пьяный. А потом вы... И не брала трубку. Он звонил несколько раз, я не брала трубку. Да, но знаете, здесь есть, мы исследовали звонки, есть и звонки, когда вы брали трубку, разговаривали где-то, 15 секунд, 23 секунды, 43 секунды есть. Да, я ему все время говорила. Он говорит, ну как она? Я говорю, вызови скорую, идите к врачу. И бросала трубку. Я постоянно говорила эти слова. Вызовите скорую, идите к врачу. Покажите частным врачам или как там, и все. Хорошо. А вот как вы можете объяснить, что вы созванивались в 19.44 вечера и разговаривали почти одну минуту. Вот о чем вы разговаривали? Я, наверное, не звонила, это он звонил. Ну вот, вы созванивались, да, он вам звонил. Он звонил, я не звонила. Он звонит и говорит, ей совсем плохо. Я говорю, идите к врачу, идите к врачу. Он обратно говорит, сделайте что-нибудь. Что я могу сделать, идите к врачу. Он одно и то же говорит, говорит, кричит. Вот так и все. И я трубку бросила. Скорую в итоге позвонил двоюродный брат Бешимбаева, Бахаджан Байжанов, который также тот вечер периодически появлялся в ресторане, где все случилось. В суде была прослушана запись разговора между оператором скорой и Байжановым. До приезда неотложки она объясняла ему, как проводить реанимационные действия и вела отчет. Раз, два, три, четыре, пять. Не останавливайтесь, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Вместе со скорой помощью на место также прибыли полицейские. После того, как кадры жетона были показаны в суде, за нарушение служебной дисциплины инспектору службы полка патрульной полиции Астаны был объявлен выговор. Во время первичного допроса полицейский произнес фразу «Она сама назила». Да, кроме этого, строгий выговор был объявлен оперуполномоченным управлением полиции района Есиль. Оперативник курил на улице вместе с Бешимбаевым и при этом плевал на землю, что также попало на запись видеожетона и была продемонстрирована в суде. За более чем 20 судебных заседаний были допрошены разные свидетели и эксперты, и было несколько поворотных моментов, которые меняли ход дела. Один из таких моментов – допрос судебно-медицинского эксперта из Алматы Тахира Халимназарова, который наглядным маркером на манекене нарисовал все травмы, полученные с Алтанат и которые привели к ее смерти. Стало ясно, на ней попросту не было живого места. Синими указаны кровопотеки, которые описывают красными – это ссадины, осаднение кожи. И в заключении эксперта при исследовании трупа с учетом всех результатов дополнительных исследований был установлен судебно-медицинский диагноз с указанием подробно составляющих эту чередно-мозговую травму. Это все кровопотеки, ссадины, рана. Это еще наружные повреждения под мягкими покровами. Также обнаружены кровоизлияния дополнительные, также в затылочной части. Эти все повреждения в судебной медицине рассматриваются как наружные контактные повреждения. То есть те повреждения, которые приводят к повреждению головного мозга. И поэтому в выводах, заключении, первичной экспертизы, все эти повреждения, как наружные, как внутричерепные повреждения в виде субдуральной гематомы, это кровоизлияние между твердой мозговой оболочкой и головным мозгом. Вот это пространство, залито кровью, скопление крови. Это и есть субдуральная гематома. Субарахноидальные кровоизлияния, то есть кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой. Также в этих областях они тоже переходят, они обнаружены на мозжечке, в стволовой части головного мозга. И травматический отек головного мозга, и с давлением головного мозга, вот этим большим объемом субдуральной гематомы, оно придавило мозг. И это все в совокупности квалифицируется, как тяжкий вред, и указано, состоят в прямой причиной связи с наступлением смерти. То есть причина смерти, вот эта травма, вся вместе, нельзя отдельно рассматривать это, это, это. Это вся совокупность. Они, каждый из них, так же, как указано в первичной экспертизе, так же нам, они, вот эти все травмы, это удары, они взаимоотягощают друг друга. То есть после этого другой беж, еще тяжелее, еще. То есть все это в совокупности, как взаимоотягощающее, рассматривается, как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Это в выводах и первичной экспертизы, и в выводах нашей экспертизы. То есть мы тоже поддерживаем этот вывод первичной экспертизы. Но главным поворотным моментом стало то, что Бешимбаев согласился дать пароль от своего телефона. Видеозаписи, которые в нем были обнаружены, казалось, повергли в шок даже судью. Как позже, на плениях заявит один из адвокатов, потерпевшей стороны. На этих записях Бешимбаев задал салтанат один на тот же вопрос 175 раз. Буквально заставляя признаться ее в том, что она не совершала. Включаю заново первый файл 08.24.9 ноября. Звук отключен, звук включаю. Что искала потерпевшая Иннокенова? На полу что-то ищет. Под занавесками. Следующий файл. Это вы сами снимали? Сейчас я не помню, честно. Просто правду хочу. Рисполазно? Да. Прекрасно. Это вообще видео не оттуда, да? А откуда видео тогда? Это кто-то загрузил мне, я не знаю. Следующий файл 08.03.9 ноября. Ты не спала с ним? Это кто-то по WhatsApp мне прислал, видимо, и оно загрузилось туда. Честно. Да, это не слишком. 08.03. По правде. Занималась с ним сексом? 07.56. Тоже видеофайл. Вообще, ты была его любовницей? Ну, видимо, так это называется. Ты с ним занималась сексом? Да. Почему? Нет. Деньги хотела? Нет. Деньги было. 22. А потом? 22. Нет, не потом, это... Да. Ты спала с ним? Следующее видео. 07.50. 07.50. 07.70. Что я никогда с ним не спала в жизни? За этого в своей жизни? 07.39. Ты спала с ним? Изображена на всех этих видеофайлах потерпевшая Мукенова. Ты спала с ним? Посмотри здесь, пожалуйста. Скажи, как есть, как было. С кого ты здесь еще? 07.29. Еще раз скажи, я с ним спала. 07.23. Скажи, правда. 07.19. Ты ебал, с Реймеком. Ты ебал. Ваша честь. 07.06. Можно на секунду остановиться? Всего этого я хочу сказать, что это все какой-то монтаж. Нужно посмотреть ватсап. Может быть, как-то мой телефон вскрыли и это все загрузили туда. Хорошо, теперь, тем не менее, исследовать надо же. Это не может быть от 9 ноября. 07.06. Запись в машине. Не ебал. Ну, одно и то же, да? Просто закрепляю. Да нет. Ты же крутая. Потерпевшая все так же в плаще. Без одежды. 06.59. Не очень холодно. Ну, говори правду. Я не хочу. Я ебал. Мне это не нужно, да? Ну, был? Скажи мне. Это все улики. Ты ебал. Потерпевшая показывает рубашку окровавленную. Не, не, посмотри. Ебал. Да, Маша. 06.47. Также на суде была допрошена свидетель и блогер Гульнара Насарбекова. В день смерти Салтанатну Кеновой она приезжала в ресторан. Бавно встречу с Бешимбаевым. С ее слов для того, чтобы обсудить продвижение ресторана в соцсетях. Зрители, следившись за трансляцией, заметили некоторое внешнее сходство Гульнары и Салтанат. И предположили, что Бешимбаев мог попросить Насарбекову притвориться в Салтанат, пройдя под камерами видеонаблюдения. Якобы Салтанат покинула ресторан. И тем самым забудуть следствие. Двери там были закрыты. Ага. Ну, вот, ворот, центральные. Я позвонила. Он вышел со стороны кухни. Все. Потом он мне провел ВИП. Мы сели и начали разговаривать. Ну, вначале мы начали говорить о прошедшем турнире. Ну, как прошли соревнования, как Ташкент. Вообще так. Потом мы говорили о детях, мы говорили о программе моей по растительному питанию. И когда мы говорили, ну, он спрашивал про мой блог, про рекламу вообще. Мою рекламу. Я вообще рекламу не беру, потому что, ну, как-то, я не знаю. Я не могу советовать людям чего-то, что сама не попробовала. Но я только там могу своих докторов посоветовать там или... В общем, и о тех... И мы начали говорить о ресторанах. И все. Я потом сказала, что мне нравится только 2-3, где есть... Ну, я вообще в приоритете у меня всегда. Там, где есть растительная пища. Вот до этого, до того, как мы вас вызвали, до обеда, мы исследовали сотовый телефон Бешимбаевой. Там было сообщение от вас. Такого характера вы отправляли там в видео или это картинка была? Нет, это картинка была. И вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что это значит? Это... Мне везёт, как утопленнику вообще в тот день. Это честно. Я просто не знаю. По существу. Ко мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бешимбаева. Он у меня записан был. Хуандык. У меня Кудаги, Алёна, она у меня записана Кудаги. Мы, когда выехали с Баоса и Гири, мы сразу заехали за бента-тортиком и за цветами. Оно рядом, вот где-то, где вот этот Москва находится. Мы заехали туда, забрали. Я вот так сфотографировала и написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, я вообще была просто в шоке, что я ещё... Получается, вы хотите сказать, что вы это отправляли не Бешимбаеву? Я вообще это отправила Кудаги своей, Алёне, потому что мы ей взяли этот... Потом у меня есть... Ну, у неё есть где-то в сторис или где... Она выставляла. Она говорила, ну да, спасибо. Мы ехали туда, чтобы её поздравить. На прениях сторона обвинения была уверена в том, что Бешимбаев и Байжанов планировали избавиться от тела Салтана. На это указало то, что множество следов крови были стёрты. Помимо этого, к приезду полиции с места преступления пропали некоторые улики. Более того, было странным то, что Байжанов возил по городу телефон Салтанат с включённой геолокацией. Бешимбаев и Байжанов хотели снять улики и избавиться от тела Салтаната. Для этого они создали видимость того, что Салтанат якобы находилась в фитнес-палате, оттуда поехала домой в то время, когда она уже была мертва. То есть, если прослеживать по биллингу передвижение телефона Салтанат, это бы создалась видимость, что она в это время была жива, а Бешимбаев к убийству не причастен. Далее, почему Бешимбаев просит перевезти нашатырный спирт после трёх часов дня, в то время, когда, согласно экспертизе, Нукенова уже была мертва. Мёртвого нашатырём не разбудить. У нашатырного спирта, умеющего убирать любые запахи и следы, было другое предназначение. Отмечу, что в ВИП-кабинке нет отпечатков пальцев Нукеновой. Почему? Ведь сам Бешимбаев говорил, что они распивали спиртные напитки, а именно шампанское, да? Возможно, она держалась за ручку дверей, тот же дверь, в санузел, за стол, за стулья. Нашатырём были удалены следы и кровь с тела Салтанат. 6 мая Бешимбаев выступил в суде с последним словом. Своей речью он обратился к присяжным, попросил прощения у родных Салтанат, а также у всех, чьи чувства были задеты случившимся. А уже 13 мая был вынесен приговор. Вместе с тем я твёрдо знаю, что я никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти. Никогда ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруги. Я не предполагал такого исхода. Уважаемый присяжный, я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты моего задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня. Я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности. Обвинения в умышленном убийстве с особой жестокостью мне предъявились буквально пару дней спустя после моего задержания. Не имея на руках никаких оснований, экспертиз, заключений, подтверждающих это. Следствие поддалось давлению соцсетей СМИ, где уже появилась недостоверная информация о вытекшем глазе, пробоинах на лице и так далее. И с того момента всё следствие сразу пошло просто с обвинительным уклоном. В суде в ходе исследования материалов вы, уважаемый присяжный, соседатель, уважаемый суд, могли убедиться в том, что это не так. Я хочу еще раз подчеркнуть доказательства того, что смерть салтанат произошла по неумышленным причинам. Не было умышленного причинения смерти. Бишамбаева Куандыкова Лихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 ч. 2 ст. 110, пунктом 5 ч. 2 ст. 99 УК и назначить ему наказание. По пункту 1 ч. 2 ст. 110 УК 7 лет лишения свободы. По пункту 5 ч. 2 ст. 99 УК 20 лет лишения свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 58 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишамбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишамбаева согласно пункту 2 ч. 2 ст. 14 УК опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишамбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания подстражи Бишамбаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1 день. Байжанова Бахчана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 УК и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания подстражей Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня. Разъяснение судебного акта. Вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимый Бишимбаев признан виновным в совершении истязания в отношении потерпевшей Инукеновой, также противоправным умышленным причинением смерти Инукеновой, совершенной с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-видеоматериалами, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела. При назначении наказания суд согласно статье 53 Уголовного кодекса смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами в обязательном порядке признано наличие несовершеннолетних детей. В этой связи в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова суд признал данное обстоятельство смягчающим. Обстоятельством, отвечающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева суд признал согласно пункту 2 части 2 статьи 14 опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Вопрос о размере наказания был решен судей и присяжными заседателями в порядке статьи 656 путем открытого голосования с учетом большинства голосов. Ведиктом суда с участием присяжных заседателей, как уже было оглашено, Бишимбаев осужден по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы, Байжанов к 4 годам лишения свободы. Бишимбаев пытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменений. Судебная коллегия постановила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 13 мая 2024 года, постановленный с участием присяжных заседателей в отношении Бишимбаева Куандыкова Лихановича, Байжанова Бахачана Амирхановича, оставить без изменений. Привет, Жанна! Я тоже смотрю на фотографии, и сердце болит. Я люблю тебя, ценю всё, что ты сделал и делаешь для меня. Усилия твои и старания тоже вижу, но я устала от вынужденных выяснений отношений, постоянных доказательств своей любви и оправданий. Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребёнок. Меня шугать постоянно и одно и то же повторять. Я не слабоумная, если ты не заметил. И я не хочу слушать, что и как мне надо делать 24 часа 7 дней в неделю, когда я сама знаю и всё усвоила. После каждой ссоры я сутки прихожу в себя, а мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой. И не дай Бог, я буду уставшая. Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье, нужен фундамент из доверия и уважения. Иначе зачем наши усилия? Всё рухнет, как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой друг другу, а не воевать между собой, как два недоумка. Мы вроде так много говорим о наших отношениях и вроде как понимаем друг друга, но я всё равно пребываю в стрессе от постоянных придирок и ссор. Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты. На этой почве у меня начались нервные срывы. Но я люблю тебя, и поэтому в свою очередь буду стараться работать над собой, выполнять всё, что ты просишь, потому что для меня важно твоё спокойствие и твоё счастье. Субтитры создавал DimaTorzok